Физкультура, спорт, здоровый образ жизни всегда в моде. И все больше крымчан начинают заниматься спортом. Об этом мы сейчас и поговорим с нашими гостями. Итак, в студии у нас сегодня Евгения Горькавая, президент Центра искусств ArtVision и Сергей Качанов, мастер спорта по чир-спорту. Доброе утро! Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли к нам сегодня, вставили с тропа раньше. Вообще для вас это как редкость? Дело в том, что, может быть, наши зрители знают и семью Горьковых, я родилась в очень интересной семье, многодетной семье. И мы все детство вставали в 5 утра, ледяной душ и занятия, 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 школа экстерном. И потом мы очень много всего ездили на гастроли, очень много всего могли достигнуть. И я вдохновляю всех на ранний подъем, на ледяной душ, на здоровый образ жизни, здоровом теле, здоровый дух. А это значит, что мы можем творить, это значит, что мы можем работать. И значит, еще весь день впереди. Итак, давайте перейдем к главной новости, потому что новость очень интересная. Да. Дело в том, что многие знают наш центр. Наш центр – это единая площадка творчества и спорта высоких достижений и творческого развития и социальной адаптации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Мы существуем более 13 лет. И у нас есть очень много направлений, где дети из социально незащищенных семей и детки с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься бесплатно. За эти 13 лет мы реализовали множество проектов. И вот прекрасная новость. Я хочу поблагодарить ваш канал и Министерство внутренней политики, информации и связи за информационную поддержку, потому что очень хочется, чтобы много людей подключились к нашему новому проекту, потому что в этом году мы выиграли президентский грант и будем реализовывать, и уже, вернее, идет полным ходом реализация физкультурно-оздоровительной студии. Что это такое? Эта студия дает возможность детям и молодежи из социально незащищенных семей, а какие-то семьи – это многодетные, это малообеспеченные, это усыновленные, удочеренные ребята, которые живут сейчас в семьях, они могут приходить, и в том числе детки с ограниченными возможностями здоровья, в наш центр, в наш проект и заниматься общей физической подготовкой ОФП и акробатикой бесплатно в специальных оборудованных залах со специальным инвентарем. Это будут такие продуктивные, систематически интересные занятия на протяжении всего учебного года, то есть до конца июня ребята смогут бесплатно обучаться и участвовать в чемпионатах, в наших открытых уроках, ну и в реализации наших других мероприятий. У меня вот вопрос к Сергею Сергеевичу. Вы как тренер по чир-лидингу, да, правильно? По чир-спорту. По чир-спорту. Расскажите, пожалуйста, как вот вы пришли в этот спорт, откуда он вообще появился в вашей жизни, ну и поподробнее, что это такое для наших телезрителей, если вдруг кто не знает. Ну, пришел я как-то как бы спонтанно, случайно, как бы, ну вообще занимался параллельно в спортзале, и просто позвали попробовать, ну, втянулось. Ну, а чир-спорт это как бы смесь парной акробатики, да, парной групповой с гимнастикой, то есть все включается силовые упражнения, выбросы девочек, все вот. Ну, на самом деле некоторые относятся к этому несерьезно, потому что больше чир-лидинг, чир-спорт это как группа поддержки, да, вот где-то там на баскетбольных матчах, на футбольных, возможно, но на самом деле это очень большой труд, правильно я понимаю? Да, это уже, ну, уже входит как практически, можно сказать, олимпийский вид спорта. Дай бог, конечно, что в 28-м году пойдут первые олимпиады, вот. Ну, Сергей Скромнич, дело в том, что он вместе с братом, еще с парой ребят, входит в сборную России, и недавно приехали с международного чемпионата, да, вы выиграли, взяли второе место, то есть на самом деле, да, этот спорт на грани, вот, синтез, да, синтерспорта и искусства, потому что то, что делают люди, на самом деле, правильно вы говорите, что чир-спорт это не просто с помпонами, хотя там есть такое направление, да, это не просто, вот вы прыгаем там и задорно, а да, они прыгают и они задорно, но на самом деле там такая сложная акробатика, там такие сложные построения, башни, вы можете найти видео в социальных сетях Федерации чир-спорта нашего Крыма и посмотреть, что ребята делают, как это потрясающе сложно и интересно. Итак, правильно я понимаю, Сергей, вы будете в открывающемся физкультурно-оздоровительном комплексе, в центре, вы будете выступать в роли тренера. Тренер по акробатике. Отлично, я думаю, наши телезрители запомнят обязательно ваше лицо, и наверняка после услышанного захотят пойти к вам заниматься. Евгения, почему нужно идти в ваши цены? Во-первых, это большая, единая, творческая, спортивная семья. Какие бы ни были проблемы дома, какие бы ни были проблемы у ребят в учебе, они могут прийти к нам и отдохнуть душой, развить не только тело, а подружиться, почувствовать себя командой, единым целым. Будут очень профессиональные инвентарь, то есть можно повысить свой уровень физической подготовки. И, конечно же, сам момент участия в чемпионатах, получение этих медалей, получение этих кубков, я думаю, что это будет очень интересно. Ну и, конечно же, для многодетных, для сирот в нашей республике есть бесплатные занятия, но их недостаточно. Этот проект дает возможность на высоком уровне с великолепными тренерами заниматься бесплатно и систематически. Это очень важно. Дорогие крымчане, те, кто встречает это утро вместе с нами, настоятельно вам рекомендуем не упустить уникальную возможность. Возможность действительно редкая, правда, будет существовать это на длительной основе, насколько я понимаю, поэтому вам творческих успехов, податливых и талантливых учеников. Ну а нашим телезрителям я хочу напомнить, что сегодня это утро вместе с нами в студии встретили Евгения Горьковая, президент Центра искусств ArtVision и Сергей Качанов, мастер спорта по чирспорту.